Музыка их связала. 78 воспитанников детской школы искусств получили дипломы об окончании учебного учреждения. В этот день звуки скрипки, флейты, фортепиано доносились из городской администрации. Именно там состоялось торжественное мероприятие. О тех, для кого путеводной звездой в жизни стала музыка, расскажет Любовь Пермякова. Для меня музыка – это в первую очередь удовольствие. Когда я играю, я испытываю только положительные эмоции. И это выплеск каких-то чувств. Вот эта музыка мне нравится. Я считаю, что она останется с мной до конца жизни. Восемь лет обучения в детской школе искусств для Георгия Шпадарука прошли как по нотам. У молодого человека развитая моторика. Он обладает хорошей техникой исполнения и отлично держится на сцене. Доказательство тому – недавняя победа на международном конкурсе фестиваля «Открытые страницы» в городе Вологда. Там он стал лучшим из 20 пианистов. Ну, наверное, радость за то, что я так долго учился. И это очень хорошее чувство. Потому что столько лет старался, и не зря я на отлично закончил. С отличием, как Георгий, школу искусств окончили 25 выпускников. Всего дипломы об окончании получили 78 ребят. Среди них – Александра Махнёва. Саша за время обучения научилась играть на самом старейшем музыкальном инструменте флейте, которое появилось 43 тысячи лет назад. Мне кажется, у флейта очень приятный звук. Я раньше мечтала играть на духовом инструменте, а флейт оказалась самым изящным. И пусть не все выпускники в дальнейшем планируют связать свою жизнь с искусством, но, как признаются родители, такое многолетнее, музыкальное и художественное сопровождение внесло неоценимый вклад в творческое развитие их детей. Я хочу от имени всех родителей, а это большое количество – пап, мам, бабушек – выразить искреннюю благодарность, сказать большое спасибо всему замечательному коллективу нашей музыкальной школы искусств. Прекрасные педагоги, прекрасные работники и обслуживающим персоналом. Самое главное, что они понимали детей, принимали их и раскрывали их души. Действительно, более 40 педагогов по фортепиано, домбре, гитаре, баяну и другие вложили в каждого ученика частичку своей души. Всегда это грустно. Ты видишь, ты их принял вот таких пяти-шести, порой четырехлетних, а сейчас они уходят уже почти взрослыми. Вы знаете, такова стезя учителя. Каждый год мы выпускаем в жизнь детей, расстаемся с ними. И, конечно, мы понимаем, что пройденные годы – это не просто прожитое время. Мы вложили, мы старались их научить любить мир, видеть мир другими глазами, глазами искусства. Совсем скоро на смену выпускникам вновь придут маленькие музыканты. По словам администрации школы искусств, желающих обучаться очень много. Уже поступили на художественное и музыкальное отделение 130 детей. Прием еще продолжается. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».